Друзья, вы видите, что когда приходят гости, в этом есть много смысла, потому что они, в общем-то, не занимаются ерундой, а занимаются делом. Гена, а вот ты знаешь, что ты режешь? Да. Что это? Называется это таро что-то. Таро рут. Таро рут. Это типа картошки, но у нее в три раза ниже гликемический индекс, чем у обычной картошки. То есть для людей с диагнозом... Ну, по-простому, нужно гораздо меньше инсулина, чтобы это дело переварить. И люди, у которых с инсулином проблемы, значит, вот они это легко переварят, а те, кто... Минуточку, я сейчас две копейки вставлю. Мы будем из этого делать то, что у нас называется stir-fry. Да. А на самом деле это такая обжаренная картошечка, но без масла, почти. А мы ее будем... Мы ее будем на каком приборе, Света, чтобы обжаривать, но без масла? Сейчас принесем приборы. У нас есть прибор. Так, хорошо. Ирина у нас работает с хиками. Ирина никогда в жизни, друзья, не ела хикамы. Она вообще дикая. Это правда. Ну, чистите, я до сих пор чистила. Что-то такое. В Харькове с хикамой в то время не было так вот просто все. Ну, может быть, она сейчас есть, но не все уважают. Какая-то хикама, смотрите, с гнильцой. Потому что это органическая, и органическая любят все жуки всякие. Мы брали это в дорогом органическом магазине. Я займусь более квалифицированной. Так, так, естественно, нахерят наук не просто так. Это у нас... Ты что ж так бьешь-то? Это у нас крылышки. Да ты что? Крылья Совета. Крылья Совета замаринованные. Видишь, я их сегодня с утра замариновала. И мы тоже будем жарить вот в этом фраере. Вот этот фраер. Вот этот фраерок. Фраерок. Покажи, как в него класть-то что. Вот. А, вот. Вот картинка. Так. Вот это все можно поставить. Ну, воткни его, чтобы было видно. Нет, без мяса. Просто воткни так, чтобы понятно было. Воткнул. И он горячим воздухом. И он тут дает несколько режимов. Да. В общем, мы посмотрим. Друзья, Ирина работает над хикамой. А мы заодно ее спросим. Вот скажи, Ира, вот когда вы уезжали в 95-м году, так? А народ рванул массово лет за 5, за 6, за 7 до этого. На запад. Да. И вы чувствовали что-то вот такое, что как бы разрушается та среда, в которой много лет существовали. Вдруг исчезают люди. Привычный уклад меняется. Ну, что-то такое, вдруг какие-то потери несете. Было такое ощущение? Ну, конечно, было. Потому что были друзья на всю жизнь, с которыми мы встречали все праздники. И приходили, иногда забывали уйти обратно. И так у нас праздники длились. На 1 мая, на 7 ноября. Да, и так они длились 2-3 дня. Вот. Но потом люди стали разъезжаться. Когда-то мой муж пошутил, что мы будем последние, кто потушит свет в аэропорту. Ну, мы не думали, что это шутка. А, да, но мы не думали, что это будет правда. Ну, подожди, а чего вы не уехали на 5 лет раньше? Да мыслей как-то и не было даже. А откуда же они появились? Ну, вот потом как-то жизнь навеяла. Так, все-таки, что было решающим, как бы, таким фактором? То есть вы, как бы, жили себя, жили. Когда все уехали сразу, в тот момент вы не поехали, вы уехали через 5 лет. Что произошло? Вот что вы поняли такое, что не понимали 5 лет до того? Всю жизнь у нас было ограничение поступить, учиться, куда ты хочешь, работать там, где ты хочешь. И я понимала, что, оставаясь там, те же проблемы встречались бы и у моих детей. И я хотела для них другой жизни, чтобы они учились, где они хотят, чтобы они работали, где они хотят, чтобы они посмотрели мир. Но я понимаю, что сейчас это там возможно, а тогда это было невозможно. То есть, несмотря на то, что прошло 5 лет после развала СССР, не было еще, вот, как бы, такого уровня, скажем, там, возможностей, как сейчас? Не было. В 90-м году у нас была надежда, что все переменится, все изменится. Но потом годы показали, что ничего не изменилось. Особо. Да. А дети растут? А дети растут. Хорошо. Ну, с детьми получилось все нормально? Да. Большие уже детки? Детки большие, детки уже взрослые. В общем, детки довольны, что вы их увезли? Детки говорят спасибо, что увезли? Да. Есть такое? Да. Ну, это самое главное. Не было такого, что люди, которые уехали, они каким-то образом вас стимулировали к тому, чтобы вы тоже поехали. Письма какие-нибудь читали там с родственниками, общими знакомыми. Ну, в те годы уже, наверное, как-то меньше были письма. Хотя нет, звонить мы не звонили. Это дорого еще было, да? Да, да. Ну, наверное, да, общались. Я думаю, что через письма приходили к родственникам. Те, кто уехали, у них спрашивали. Ява на психику давила как-то? Ну, было как-то больше знаний о том, как происходит жизнь за рубежом, потому что до этого люди уезжали же на века и не общались, ничего не знали. Вот. Ну, стимулировали. Так, сейчас пойдем с Геной разбираться. Я чувствую, что Ирина скрывает что-то от нас. Да, что-то скрывает. Я тебе скажу правду. Гену, давай. Был у нас небольшой заводик. Шутка. Все, конечно, ничего этого не было. Миш, как по мне, вот я тебе честно скажу, как на духу, как на искрении. Да, да. Значит, жили, в общем, да. Конечно, какое-то чувство после этих так и не состоявшихся погромов очень неприятное было. Друзья постепенно уезжали. Конечно, разрушалась среда. Но, что называется, за компанией. Да. Вот все уехали и мы должны. И русский говорит, смотри, я режу, режу, да. Да. Все едут и мы должны ехать. Я говорю, Ирина, зачем мы должны ехать? Ирония, поэтому тоже. И поэтому тоже. Это было одним из нерешающим фактором, что вот мы уезжали. Но вот все друзья уехали. Действительно, мы были практически последней из нашей всей огромной компании, которые уехали. Но вы не бедствовали там? Да нет, ну никто не бедствовал. Понимаешь, там эти варианты, что там побирались и ели. Ничего такого не было. Я работал. Ирина, я работала. Нет, тогда я уже работал не в театре. Все это как-то закончилось. Понимаешь, никто не бедствовал. Вот честно, во всяком случае, я не буду говорить никто. Это неверная праза. Никто не бедствовал. Кто-то, наверное, и бедствовал. Но это были не мы. То есть мы не голодали. Мы там не искали еду по помойкам. Мы работали. Но не было развала экономики там? Нет. Ну то есть, наверное, это было. Но по сравнению с горбачевскими временами, это было немножко лучше. Даже так. Это было немножечко лучше. Понимаешь? Потом, опять-таки, и русская была права. В том плане, что вот она говорит, там ждали ли мы самостейность. Нет. Но меня это честно порадовало. Меня это порадовало. Я надеялся. Целая зарплата уходила на килограмм-голгоцитет. Ирочка, да, уходила. И были талоны, и были... Ирочка, ну мы же не умирали от голода. Ну давай говорить честно. Ну то есть... Да, были сложности. Но слушай, советскому человеку, чтобы привыкать к сложности... Да, но при Горбачеве же не было талонов, только в последнее время. Ну, а что-то было на полках? Да, талонов не было. Но ничего же не было вообще, когда были эти порнографии полочные, голые полки. А так все-таки уже товар стоял на полках. А так уже что-то хотя бы было, понимаешь? Да, талоны, да. Да, это было невесело, но я не знаю. Хорошо. Так все-таки что подвигло в итоге? Вот какой-то был... Вот все это вместе. Все вместе. Не конкретное событие. Нет, не было такого, знаешь, конкретного события, как у Эфраима Севелла. Хорошо? Он говорит, вот что меня подвигло остановить самолет, я слезу. Нет, говорит, мой сосед Коля Мухин с пьяных глаз не ударил меня по морде и не обозвал жадовской мордой. То есть ничего такого не было. Вот не было ничего такого. Хотя мог бы, конечно. Конечно мог бы. Да, да. Вот, но у меня сосед был не сантехник Коля Мухин. Да. Ну вот, хотя такие, которые могли бы это сделать, у меня жили в нашем доме. Ну, как-то мы... Давай так, вы поехали в Америку, вы не поехали, например, в Израиль. Нет. Какие-то были соображения на это? Ты знаешь, на самом деле, ситуация была опять-таки, если честно. Ирочка, можно сказать честно, нет? Или надо что-нибудь придумывать? Значит, смотри, на самом деле... Не надо, ничего придумываю. Не надо. На самом деле, значит, когда мы решили, что ехать надо, значит, главный вопрос решился, что ехать надо. Так. Значит, стал вопрос, куда ехать. Так, все-таки был вопрос. Значит, поэтому я сказал однозначно... И часть семьи уже уехала. Часть семьи, твой брат уехал в каком году, мамочка? И твои родители уехали. Мамочка, мои родители уехали на год раньше нас. Ну вот. Так. Вот. Ну, дело нет. Ну, мысль-то у нас, что надо ехать, возникла раньше. Я говорю о том, что тогда вопрос стоял не о том, что ехать, не ехать, а когда этот вопрос решился, что ехать надо. Да. Во всей истории стал вопрос, а куда ехать. Да. Значит, я сказал совершенно однозначно, я ни при каких, что бы ни было здесь, я не поеду в Германию. Да. Ну, тогда... А тогда многие ехали, да. А тогда очень многие ехали. Я сказал, я в Германию не поеду, что бы ни было здесь. Вот. Значит, Германия отпала, как таковая. Куда еще можно было уехать? Тогда можно было даже уезжать в ЮАР. В ЮАР при этом тогда были совершенно дивные условия. Финансовые, то есть ты приезжал, должен был подписать, что не будешь общаться с организацией, в которой руководил Нельсон Манделла, не будешь протестовать против апартеида и не будешь общаться с афроамериканцами, а с африканцами. Но я был готов подписать, давали очень хорошие деньги и дома, и прислугу, и все. И когда мы уже начали потихонечку подумывать о ЮАР, и климат там замечательный, и в общем все хорошо, когда мы стали об этом подумывать, апартеид закончился. И ситуация, которая начала развиваться под предварительством Нельсона Манделлы, вот там дикая преступность, апартеид наоборот стали убивать белых, а мы, как не крути, белые все равно. В общем, это не очень радовало, и мы решили, что все, в ЮАР мы не едем тоже. Так отпало. Дальше следующей на очереди была Австралия. В Австралию надо было сдавать экзамены, и надо было набрать собеседование, интервью, и все, и надо было набрать по 100 очков на человека, и тогда тебя принимали в Австралию, в пионеры. Значит, мы шли на это интервью, совершенно понимая точно, что там еще определенные баллы были за профессию. Я думаю, ну вот я-то, понимаешь, ну кому нужен режиссер театра «Кукол» в Австралии? Да, да. Никому, а программерность нужна всем. Да. В итоге оказалось, при прочих равных, что английский у нас одинаковый, дети, что у меня, у нее одни и те же. Да. Вот, одна из их девочек, что огромный плюс для Австралии. Угу. Вот. В итоге я набрал 100 очков необходимых, а моя жена программист набрала 95. Ну. И все, мы не набрали 5 очков, и сказали, либо на 5 очков мы что-то отрежем от жены, и вы поедете с тем, что осталось. Да. Жену я бы никогда не бросил. Так. Поэтому Австралия накрылась медным тазом в связи с этим. Так. Новую Зеландию не предлагали. Новой Зеландии тогда не было. Так. Потом, почему мы не поехали в Израиль, я тебе скажу. Израиль, шикарная страна, как только оказалась там в аэропорту, у меня было впечатление, что я там была всю жизнь, и все мне там хорошо знакомо. Но ты как турист приезжала? Я приезжала в командировку. Ага. Из Харькова? Нет. Из Харькова. Из Харькова. Из Америки. Я работала в Израильской компании. Свеночка это резать? Да. Вот это натирать. В Израильской компании это приезжали командировку со всего мира. В этой компании есть локейшнс во всем мире. Как называется? Не локейшнс, но компания. Компания какая? Компания Чекпоинт. Чекпоинт. Да. Шикарнейшая компания с прекрасными людьми. Одна из лучших компаний, где я работала. Короче, было как дома, но ты туда не поехала. Ну, не получилось. Не то, что в Израиле ни за что. Не получилось. Хорошо. Друзья, вы видите, как Хикама превращается в стружку. Пока не лечит. Он включен. Вот она включена. Вот она включена. Дай сюда. Катюшку лезет или нет? Так, давайте. Хикама. Их! Света. Надо надавить сильнее. Давай. Дави. Да. Была Хикама. Нет Хикамы. Все. Так. Все. Короче, не доехали до Израиля. Так вот и живете теперь в Америке уже 20 с лишним лет. Да. Так и да. Друзья, вы видите порубленную а-ля картошечку. Она же Тара Рут. Вот засветился родной. Светик, что ты его там маслицем смазала? Я немножко смазала маслом и посолила. И чуть-чуть посолила. Теперь все это будет под такой температуркой. Там еще продувается ветерков, да? Да. Продувается температурица. Через 10 минут перевернем и будет у нас фактически соломка такая. Крылышки. Какие у нас получились очень красивые. Ой, это они вышли из этой... Но это пол срока. Они внутри совершенно, с обратной стороны абсолютно не готовы. Понял. То есть надо их перевернуть. Они как бы обветрились с одной стороны. Ой, я сейчас Гене это поручу. И он аккуратит. Почему? Артистично это сделает. Артистично их перевернет. Вот наша хикама усилиями Ирочки почищенная. Так. Усилиями Геночки поструганная. Мы ее заправили, да? Ты кашу варил, ты воду носил. Готовая морковка. Сейчас мы добавим сюда чуть-чуть сахара. Подожди, а изюмчик, нет? Сейчас добавим, да. Друзья, сюда еще изюмчик. Можно сушеную вишню. Я хочу сказать, что тоже очень облагораживает. Видите, друзья, как оно все кровит. Ох, как оно все там, как оно все уже после двух заходов. Тогда это с чем, ребята? Это с руками не очень удобно. И это салат из той самой хикамы, друзья. Вот она. С вишенкой сушеной, да? С орешками. Вилкой это делали. Орешки пекан. Я? Так, видите, вот Гена переворачивает. Переворачивает. Всю жизнь. Да, да. Виталинка. Реклама Реклама Продолжение следует...